Друзья, если у вас в доме есть одно яблоко, немножко йогурта, сегодня приготовим мы быстренько вкусное такое печенье к чаю, кофе. Готовится очень быстро, без заморочек. Все, приступаем, какие необходимые продукты, все назову, все покажу, как я готовлю их. Вот, значит, продукты какие понадобятся. Значит, йогурт обычный, натуральный йогурт, можно греческий брать, можно любой белый йогурт, не сладкий. 250 грамм. Мука, я просеял муку, 350 грамм. Сахара нам понадобится 2 столовые ложки. Одно яйцо, маленькое или среднее, какое есть у вас. Затем, 1 чайная ложка бакпульфа, это разрыхлителя. Одно яблоко, которое мы очистим и натрем на мелкой терке. И 2 столовые ложки сахара. Еще нам понадобится 3 столовые ложки растительного масла. Все, приступаем. Ну, вот то, что я сказал, 250 грамм йогурта у нас. Затем, в эту массу мы вбиваем одно яйцо. Так, одно яйцо. Затем, 2 столовые ложки сахара. Берем обычные 2 столовые ложки сахара с горкой. Раз, два. Затем, сюда мы вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Раз, два, три. И эту массу сейчас предварительно надо перемешать. Хорошенько перемешиваем, вот так. Сюда немножко надо добавить щепотку соли. Вот, щепотка соли добавляем. И сюда же идет у нас 1 чайная ложка разъехлителя. Разъехлитель начнет играть у нас с нашей массой сейчас. Размешали, потому что масло кислое. Можно заменить содой, ничего страшного не будет. Сода тоже пойдет. И вот сюда всыпаем, вот так вот моментами. Всыпаем сюда муку просеянную. 350 грамм. Муки должно быть. Можно ванилин добавлять. У меня сегодня нет ванилина. Обойдемся без ванилина. Так, венчик в сторону, потому что он не будет так, как надо работать. Берем обычную лопатку. Все, всыпаем еще. И вот так хорошенько перемешиваем и делаем однородную массу. Ну вот, все практически ингредиенты у нас пошли. Сейчас еще пойдет у нас сюда яблочко. Еще немножко добавляем. И перемешиваем хорошенько. Очень вкусные печеницы. К чаю, кофе. Так что рекомендую приготовить. Теперь что делаем? Теперь мы берем, очищаем от кожуры яблочко и будем натирать на мелкой терке. Вот яблочко я так очистил. И сейчас со всех сторон быстренько натираем, чтобы оно не темнело у нас. Знаете, если хотите, чтобы яблоко быстро не потемнело, можно добавлять лимонной кислоты немножко. Взять сок лимона, выдавить. И полить по поверхности яблоко. Тогда у вас яблоко не потемнеет. Но мне это не очень принципиально. Посему мы сейчас делаем быстро. Оно не успеет нас потемнеть. И натираем вот так со стороны. А сединку оставим. Сединка нам не нужна. Готовится очень быстро. Печенье без заморочек, как говорят. Когда гости на пороге. Идеальный вариант для подачи к чаю. Кофе. Все. Натерли. Теперь что делаем. Теперь берем, высыпаем эту часть муки. Все. Высыпали. И руками прямо перемешиваем эту массу. Все. Теперь ручками, ручками. Вот так смешиваем яблочко. Полностью. С нашей мучицей. И замешиваем в течение где-то 3-5 минуток. Наша тесточка. Все. Тесточка наша готова. Берем, значит, насыпаем немножко мучицы. Вот так. На лист у меня пекарский лист. Насыпаем мучицу. Так. И выкладываем наше тесточка. Вот так. Тесточка должно быть не густым. Видите, как у меня. Оно должно быть не густым. Хорошенько все убираем. Чтобы ничего не оставалось. А все это продукт питания. Все сейчас будем раскатывать. Берем скалочку. И вот так ровненько будем раскатывать в квадрат. Не забывайте посыпать мучицей. Чтобы не липло к скалке. Все. И раскатываем. Все вот так. Аккуратно раскатываем. Стараемся раскатывать в квадрат. Тесточки. Присыпаем мокрые места хорошенько и раскатываем. Если квадрат не получается, можно взять, отрезать, потом собрать тесто и опять его раскатать. Теперь вот такой нож берем, фигурный, можно любым, можно даже ножом для пиццы. И вот так на квадратики будем нарезать. Вначале вдоль, а потом поперек. Вот такие старайтесь на более равные квадратики, как печенюшки делать. Так, так, здесь это мы отрежем, мы еще обработаем. Сейчас наливаем растительное масло, но не так, чтобы плавало, чтобы можно было с двух сторон обжарить их. Все, видите, вот такие печенюшки мы берем и будем сейчас обжаривать в растительном масле. Все, а теперь мы обжариваем. Обжариваем после нагрева растительного масла с двух сторон. Вот так аккуратненько выкладываем, так, чтобы не слипались друг с другом, будем обжаривать. Так, аккуратненько выкладываем. все немножко прожарилась переворачиваем и так с двух сторон прямо что до румяность вот так обжариваем с двух сторон до румяной корочки все я заканчиваю уже после этого раскладываем и посыпаем сахарной пудрой и печенье будет готово будем пробовать друзья ну вот такое печенье за получилось я притрусил немножко сахарной пудрой это очень вкусно вот внутри внутри она получается вот я вам позову видите она как пузырчатая получается очень вкусная рекомендую чеку мягенькая вкусненькая всем всем рекомендую всем пока пока